Значит, ты приехал из Сирии? Да. 12 лет назад? 2002 год. И? Не просил убежища? Нет, я здесь жил, учился, потом в 2005 год женился. Ты в 17 лет приехал в Молдову? Да, мне было 17 с чем-то, не исполнял 18. И не просил ни убежища, ни гражданства? Нет, нет, нет. Но потом возвратился в Сирию? Да, после 2009 год поехал на заработки в Дубай, потом отправился в Сирию. И забрали в армию? И забрали в армию. Конечно, не по моей воле, просто у нас это обязательная служба. Бояная служба. И в Молдове тоже так. Е, как ты возвратился сюда? У тебя есть и ребенок, и жена, молдаванка. Жена, когда приехали в Сирию, она была беременна на второй месяц. А, ты вместе с ней ехал в Сирию? Да, да. Потом она, когда вернулась сюда, потому что после четвертого месяца забеременности ей не позволяют сесть на самолеты. И пока она была на второй месяц, успели ее поставить, и через две недели бомбили там аэропорт, откуда она выехала из Сирии. И так и приехала сюда, в Молдавию. Когда я уже прошел где-то полгода службу в армии, мне сообщили, что она родила сына. И вот тогда начало мне гореть, я хочу все оставить и поехать домой. Но это должно быть очень аккуратно, потому что если кто-то что-то узнает, то они меня на месте расстреляют. В Сирии? Да. Потому что... Потому что бросал службу. Это считается как предательство страны. Я оставил и ушел, значит, и нас предал. А, понятно. А я не то, что предал или не предал, я хотел сохранить свою целость. И я чувствовал и узнал, что мой сын малолетний, он нуждается в меня больше, чем в государстве. Понятно. И здесь жена тоже, ей никто не помогает, кроме меня. И сколько лет сыну? Сейчас 2 года и 8 месяцев. И вы живете в Молдове, но у тебя нет документов на жительство? Да, я когда приехал последний раз, у нас, как хотел продлевать вид на жительство, которое у меня было, но они отказали. Потому что потребовали документы из Сирии, которые невозможно их принести в такие обстоятельства там. Они попросили, типа, помогу о несудимости. А я им сказал, это где делся, уже бомбили. Типа, ну, иди на статус беженства, чтобы ты получил документы. А я пошел туда на статус беженства, и конкретное издевательство там то, что было. Честное слово, конкретное издевательство. Вот примерно, делают мне это, типа, интервью на русском, а пишут на молдавском. Это, во-первых. Без переводчика? Без переводчика. И вы молдавский не понимаете? Типа, вам переводчик не нужен. Хорошо, адвокат тогда позовите, а он уже ушел домой. Они мне сказали, вы не переживайте. Это в службе эмиграции? Да. Они мне сказали, вы не переживайте, у вас все хорошо, все нормально. Вы из Сирии, всех сирийцев принимают, никого не отказывают. Только мы хотим узнать, как вы приехали здесь, в Молдавию. И чем вы будете заниматься, и такие вопросы, понимаете? И начали мне, типа, про там в армии, если я, типа, кого-то убивал или нет, я им сказал, конечно, никого не убивал. Если бы я хотел убивать кого-то, я бы остался там, если я такой любитель смерти. Ну, они все-таки написали, что убивал. Убивал. А как они решили, что убивал? Так и написали. Типа, я это признался. Типа, он признался, что убивал. Ну, кто может давать на себя такие признания? И вам отказали в чем? Отказали в том, что... В статусе беженца? Да, да, отказали меня в этой статусе беженца, типа, у них есть сомнение, сомнение, что я привлекался к военной операции. Ну, конечно, я же был на службе, я служил в свою страну. Это же там, то, что происходит, это терроризм. Они же убивают наших братьев, наших детей. Они нам не дают жить в покое. Конечно, мы будем их воевать. Потому что они тоже нас воюют. Мирных людей мы не убиваем. Мы воевали только тех, кто поднял оружие против власти, против мирного народа. Понимаете, вот, молдаване, которые служили в Афганистане, почему их не называют террористами, а их называют героями вообще-то, правильно? О-о-о, твое-то. Поэтому они понятны не имеют, что за, вообще, как они анализируют вещей. У кого-то уже, кто-то уже, как им не нравится, уже террорист. Понятно. Вы обжаловали это решение, да? Я обжаловал это решение в суде. Так, и судья мне не отказала ни за то, что я не имею права получить. Она знает, что я из Сирии услышал мои рассказы и убедилась. Но она мне сказала, вы просто не обжаловали во время. Но я ей объяснил, они же мне отправили, отправили, у этой Натальи Апоштару, это бюро, которое занимается делами беженцев. Организация неправительственная, да? Организация, да. И мне говорят, приходи через неделю, приходи через две недели, комиссия рассматривает ваше дело. И так и потянули полтора месяца. А через полтора месяца мне говорят, извините, ребята не принимают ваше дело, идите и найдите себе другой адвокат, частный адвокат. А вы, прикинув, такое обстоятельство, я подряд, каждый день, мне сообщат, кто-то родной убивали, и плохие материальные проблемы с женой, потому что не могу работать, ребенка надо воспитывать, надо обкормить. Я жил в такой стрессе, только Бог знает о нем. И пока я, пока мне не сообщила, если честно, соседка, типа, есть там, на Аликросу один, там, есть бюро государственной юридической помощи. И там, типа, бесплатно адвокаты дают. Я пошел туда, и мне в натуре назначили адвокат, и написал мне жалование. И вот пришел, подал в апелляционную уже, и вот они меня отправили как повестку домой, должны были тоже отправить адвокату. Но там в повестке по-румынски написано, что вы не подали апелляционную мотивированную. Как не подали, если я получил повестку, что у меня есть суд? Как не подали? Ну так вызвали в суд, но там объяснили, что нужна еще и мотивация. До этого дня, до сегодняшнего дня. Мотивация, она есть в канцелярии. Адвокат должен был написать? Может, и написал, но не дошла до суда. Вот так может быть такое. Это тоже может быть. Нужно спросить у адвоката, и теперь уже можно подавать в высшую судебную палату. Конечно, можно. Вот, раз они сейчас отказались здесь, значит, я могу опять подавать на верховный суд. Да, но нужен адвокат. Этот государственный, кажется, не сделал ничего хорошего. А я когда был там в этот юридический, это государственный, мне прикинь, мне говорят, ну хорошо, мы вам даем адвокат, но есть хоть что-то, документ с собой, чтобы мы знали, какое ваше имя, фамилия. Я им говорю, нету, я же для этого пришел и хочу написать заявление. И они еле-еле согласились, еле-еле согласились. Это было, они сказали по закону, мы имеем право не согласиться. Но это как уже человеческое, типа, мы уже понимаем, что у вас такая ситуация. Ну, хорошо, мы назначим вам адвокат. Значит, в молдавское государство вам не видно жительство, ни гражданство, ни убежище, ни адвокатов хороших не дает. И уже и суд до них. Еще хотят депортировать домой, вернуть меня обратно. Хотя у вас жена молдаванка и ребенок молдаванин. Они хотят меня вернуть обратно к Сирию, к смерти, чтобы меня опять отделить от ребенка. Ребенок, который я боролся, только Бог знает, как я сюда доехал, чтобы его к себе вернуть. А они сейчас этими решениями и этим беспределом уже опять отделить меня хотят. Почти что приговорили к смерти. Конечно, я же знаю. Если вернуть меня в Сирию, на первый, на первый милитерический пункт, они меня расстреляют. Ты оставил и убежал, значит, ты нас предал. Все, расстреляют. Это кому нужно? Понятно. Называть ваше имя или просто говорить беженец из Сирии? Да, все. Хорошо. Спасибо за доверие.